Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас здесь, на традиционном гумилёвском вечере, который проходит уже в 14-й раз. Добрый вечер! Мы начинаем наш вечер с экзотической музыки, которую вы сейчас услышите. Это старинный инструмент диджериду, может быть, самый старый, который известен человечеству. Говорят, ему 40 тысяч лет. Он участвует в ритуальных традициях и в ритуальных танцах и даже камланиях. Сначала он был в Австралии, но потом он распространился по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удивительный музыкант, уникальный Светлана Максимова. Она сейчас сама скажет пару слов о своём инструменте. Ну что ж, господа, это поэзия в обертонах, в звуке. Это перекличка самых древних культур, которые нам известны и тех, которые неизвестны тоже. Но в данном случае перекличка между Австралией, Африкой и творчеством, стихами Николая Степановича Гумилёва, где глубоко звучат вот эти торжественные, таинственные звуки, мелодии. Диджериду, «Астралийская флейта». Спасибо большое. Оглушённая рёвом и топотом, облечённая в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шёпотом, в небесах говорят серафимы, и твоё, раскрывая в Евангелии повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангели, что приставлен к тебе неразумной. Про деяния свои и фантазии про звериную душу послушай ты на дереве древнем Евразии и с полинской висящей тушей. Обречённый тебе я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победу водят полчища воинов хмурых. О деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о рёбра. Дай зато мне дорогу туторную, там, где нету пути человеку, дай назвать моим именем чёрную, никогда не открытую реку. И последняя милость, с которую отойду я в селения святые, дай скончаться под той сикаморую, где с Христом отдыхала Мария. Мы начинаем наш вечер «Африка» Николая Гумилёва. Сегодня, к сожалению, мой обычный напарник Андрей Коровин уехал в командировку, но у меня не менее прекрасный напарник, мой друг многих лет, писатель, журналист, поэт, бард, востоковед Дмитрий Стрешнев. Ну и должен представить вам, конечно, всем известную, но тем не менее формально обязан представить, председателя Гумилёвского общества Ольгу Леонидовну Медведко. И традиционно наше вечера всегда открывает прекрасный музыкант, лауреат международных конкурсов Наталья Терёхина. Рахманинов. Прелюдия до тьес минор. Рахманинов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И независимо от того, какая погода, читали стихи. Вот он, памятник и Ахматовой, и Гумилёву. Это дерево, которое стояло около усадьбы. Это один из исследователей Гумилёва и его пути Евгений Степанов. Тоже, к сожалению, недавно ушёл. Но это великий труд, и он был с нами в Слепнёво. Посмотрите, у этого дуба Гумилёв и Ахматова живы. Они читают стихи. А на дубе табличка. Здесь стояла усадьба Гумилёвых, и здесь жили Ахматова и Гумилёв. Эту табличку много раз убирали в советское время, но, тем не менее, люди эту тропу знали. И мы собирались на этом месте, независимо от погоды. Вы видите, что это довольно холодно. Немногие знают, что у Гумилёва было два сына. Это Лев Николаевич Гумилёв, а второй – это Арест Николаевич Высоцкий. Это его второй сын, который родился в 2013 году. Это его внучка. То есть это правнучка Гумилёва, которая приезжала к нам в бежество на Гумилёвский фестиваль на 130 лет Гумилёва. И есть эта ветка Гумилёва, в которой семья живёт в Молдавии. А здесь несколько фотографий и снимков то, как проходили гумилёвские фестивали или встречи. Посмотрите, какая чудесная фотография. Здесь есть люди и московские учителя, которые привозили туда детей. И организатор Галина Яковлевна Козловская, которая много лет была организатором этих встреч. И вот он, дом в Градницах. И там проходили концерты. Но самое главное – нужно было начать музей. И в 2012 году, поскольку не было официальной части или разрешения, мы начали Народный музей. Народный музей просуществовал 5 лет, после чего его, к сожалению, закрыли, разорили. И вот я пошла на встречу с советником президента по культуре Толстым. Он написал письмо губернатору. Были статьи. И нам разрешили, наконец, официально открыть экспозицию. Вот был дом, в котором мы открыли экспозицию. И вот здесь вы видите несколько вещей из этой экспозиции. Вот это вот стол Павла Николаевича Лукницкого, за которым писалась биография Гумилёва. То есть за этим столом тоже сидела Ахматова. А вот стенды, которые у нас были. И они все тематические. То есть тут и жизнь семьи. Здесь путешествие Гумилёва. Вы видите вот этот прекрасный Абиссинский крест православный. Вы видите здесь вещи, которые принадлежали семье Гумилёвых. Женщины занимались вышивкой. И вы видите здесь уникальные вещи. А в тяжёлое время продавали это. Но в 21 году мы уже как бы почувствовали возможность, что мы можем переселиться в дом Гумилёвых. На фотографии Юрий Юрьевич Чегольков. Сейчас директор дома Гумилёвых. А сейчас вот вы видите интерьеры дома. То есть то, в каком состоянии он был. Конечно, всё это было очень плачевно. И потом мы собирали по интернету. Но вещи там подлинные. Ну, конечно, вот эта вот плитка облицовочная, современная. Но, в принципе, всё, что в доме... Посмотрите, какой он стал чудесный после покраски. Всем большое спасибо, кто давал нам деньги, когда мы собирали эти фонды по интернету. И вот сейчас вы видите комнаты. Вы знаете, когда образовался музей, стали притягиваться вещи. И вещи эпохи. И даже вещи те, которые действительно... Учителя Льва Гумилёва. Или что, что хранилось у людей. То есть вот мы образовали эту точку, привязку к земле. И теперь там возникают разные события. Это один из наших фестивалей. Теперь есть и Ахматовский, и Ахматовский в июне, в июле Гумилёвский. И у нас приезжали студенты из Эфиопии. Они здесь учились. А это 11 лет назад. Мы тоже проводили Африку Гумилёву. Это посол Эфиопии, который сказал, что связи наши давние, потому что Эфиопия подарила России двух великих поэтов – Пушкина и Гумилёва. Пусть будет так. Мы так тоже считаем. И вот эта вот прекрасная книга. У нас большой праздник. Было в прошлом году, когда мы издали книгу «Николай Гумилёв». И это сборник статей. Вышло в Петербурге. Для нас это было большое событие. А сейчас несколько картин того, как Гумилёв шагает по планете. Первая была в Стамбуле, когда я проводила круглый стол Гумилёва. Вторая выставка в Каире, книжная ярмарка. И книга Михаила Погарского, который будет сегодня выступать. Это был Париж, где в библиотеке. И вот буквально две недели назад я вернулась из Нигерии, 37 градусов, и там управила круглый стол Николая Гумилёв, мост, который объединяет страны и культуры. Вот это открытие Первого Конгресса, Всемирного Конгресса писателей в Абудже. И поскольку было очень жарко, то мы пришли на берег озера, и там я читала стихотворение далеко-далеко на озере Чад. И очень важная тема – памятник Гумилёву. Это в Харькове. Прекрасный памятник. А вот это вот выбрали то академики, то, что хотят поставить в Кронштадте. Я написала несколько статей возмущённых. В Бежицке есть уже бюст и намного лучше, чем тот уродец, которого выбрали, к сожалению, академики. А вот был выбор народа. Было 30 разных вариантов. Вот был выбор народа. В полный рост идёт по линии сопротивления. А вот автор. От чекистов склопотал он пульку, а от академиков – фитюльку. Дима, спасибо тебе за это, потому что я её опубликовала. Но хочу закончить всё-таки на положительной ноте. Посмотрите, это Москва. У нас всё-таки. Это, может быть, не памятник, а инсталляция такая. Она находится у центра Есенина. И там есть небольшое пространство. И у этого центра, я так думаю, что это компьютерные проекции на металле. И там есть и Ахматова, и Блок, и Есенин, и Гумилёв. И вы знаете, когда мне об этом сказали, потом было какое-то событие в Есенинском центре. И когда я пришла и это увидела, я безмерно порадовалась. Конечно, это не полноценный памятник в том смысле, о чём мы хотели, за что мы много-много лет боремся, ратуем. Я пять раз писала на открытую линию президента письмо как председатель Гумилёвского общества, где в письме было сказано, что Гумилёвское общество представляет миллионы людей, и что на Украине есть памятник в полный рост, а в России нет. Я написала, это факт национального позора. Это было в 2020 году. Вот, наверное, эта фраза всё-таки как-то пробрала. И в 2021 году мы получили разрешение на установку памятника, после чего состоялся конкурс. Вы видели, что выбрали. Потом на два года они утихли. Сейчас будто бы снова поднимают голову и хотят, чтобы опять этот бюст. В России есть уже четыре бюста, а памятников в полный рост нет. Ну, потом случился 2022 год, ну и, в общем, как-то всё заморозилось. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, у великого русского поэта до сих пор вот нету могилы нет, да, памятника до сих пор нет. Вот пока существует вот наш музей Бежицкий. О нём вам больше расскажет директор музея «Дом Гумилёвых» Юрий Юрьевич Щегольков. Мой соратник, мой друг, необыкновенный труженик. Юрий Юрьевич, вы здесь? Хочу сказать, что это совершенно неутомимый человек, у которого столько идей, столько энергии. Я безмерно благодарна и Богу, и судьбе, что мы повстречались. И Юрий Юрьевич, сегодня день рождения. Аплодисменты прекрасному человеку, подвижнику, благодаря которому существует наш «Дом Гумилёвых». А всё остальное он расскажет сам. Юрий, у вас есть презентация? Нет, к сожалению, презентацию поставить не получилось. Ну, на самом деле, Ольга Леонидовна почти всё показала. Будьте добры, тогда ещё «Дом». Покажите Гумилёвых, там, где есть слайды. Такой был зелёный цвет. Зелёный дом. Покажите, пожалуйста, выведите на экран «Дом Гумилёвых», и пусть он здесь побудет. А Юрий нам расскажет о удивительной его истории и что происходит сейчас с «Домом». Ольга Леонидовна, я, с вашего позволения, хотел бы… Я просто не вижу зал вообще, тут свет. Но есть два человека, которые присутствуют в зале, я их видел перед началом. И надо обязательно отдать им должное. Потому что без них бы, наверное, не было бы того, что получилось сейчас. Прежде всего, это Лидия Александровна Богданова. Лидия Александровна, поднимитесь. Это сооснователь музейной коллекции, основатель музея «Дома поэта в Градницах». Лидия Александровна много лет отдала музейному делу. Это для меня, наверное, главный человек, который советует его показывать, как сделать музейный выставочный центр. Я сейчас раздам газету, называется «Литературный город». В этой газете статья Дмитрия Васильевича Куприянова, совершенно удивительного человека, который боевым офицером морским сожил в Санкт-Петербурге. Потом, после войны, работал на станции юных туристов, водников в Твери. И он стал тем человеком, который, собственно, стал развивать и создавать то, что в Беженске называется сегодня Гумилевским центром, Домом Гумилевых. Мечта об этом была у очень многих людей. Многие из них ушли уже, но здесь присутствует племянник Дмитрия Васильевича Куприянова, заслуженный артист России, Василий Ильич Куприянов. Так, здесь я не вижу. Это не просто люди, это люди, которые создавали историю. И для меня высокая честь, во-первых, сегодня выступить перед вами, а с другой стороны, чувствую, что в каком-то чуть-чуть я могу дотронуться до этой истории. И хотя я москвич, хотя я журналист, преподаватель, для меня самое важное сейчас, наверное, работа, это дом Гумилева в Беженске и преподавание в Беженском колледже. Я преподаватель в колледже в Беженске, потому что Беженске совершенно потрясающий город. У вас всех, кто здесь присутствует, зовем туда. Беженск ждет, чтобы люди приезжали, смотрели настоящую Россию, настоящую Россию, та, какая она была в 19 веке, то, что с ней сделали в 20 веке, то, как она взрождается и сейчас. Это важно. И что еще хотел сказать. Музей у нас не государственный, а, может быть, поэтому мы вольны и свободны делать то, что мы хотим сделать. Мы хотим показать историю страны через историю семьи, преодоление, через горе, смерть, ужас, через очень страшные вещи, которые мы прошли, чтобы об этом помнили, чтобы об этом знали, что такое работа ученого, который свои открытия совершает в лагере, что такое судьба женщины, у которой муж отстрелян, наценил в тюрьме, что такое судьба поэта в России. Я сейчас после выступления пущу по рядам газету, которая называется «Литературный город». В прошлом году стараниями нашего музея и гумилевского общества Бежицкого присвоили вызвание «Литературный город». Это очень важно, потому что это звание присваивает «Союз писателей России», присваивает малым городам. Город должен отвечать определенным требованиям. У него должны быть литературные музеи, должно быть литературное общество, должны быть действующие члены «Союза писателей», должны быть памятники поэтам. И таких городов не так много. На всю огромную Тверскую область, в которой много-много городов, которые творили разные писатели-поэты, именно Бежицкую дали первым это звание. Мы выпустили газету. Вроде бы век интернета. Зачем газета? Но огромное количество людей по-прежнему читают газеты и не заходят в интернет. И если заходят, то не сразу для них литература интересна. В газете мы концентрируем собственно все то, что было, воспоминания, статьи, стихотворения, важные стихотворения, которые не должны быть забытыми. И современность о том, как и что творят, о чем пишут люди, которые живут сегодня в Бежицке и в окрестных городах. Я очень рад, что здесь присутствуют писатели и поэты, которые сотрудничают с нами. Ну и самое последнее, наверное, о том я уже договорился. Африка для меня тоже важна. Я 10 лет отработал в Африке. Был главным редактором газеты «Комсомольская правда» в Ингипте. Неиздательная. И Африка нам действительно очень близка. Несколько лет назад первая выставка, которую Дом Гумилевых сделал с рубежом, была именно в Египте, в Российском центре науки и культуры, в Каире, потом в Александрии, в Хургаде, в Шар-Мишехе, в четырех городах Египта. Полгода эта выставка шла. И мне кажется, что ввиду того, что в нашей удивительной стране поставить памятник поэту без скандала практически невозможно, то быстрее мы поставим памятник там, в Африке. Спасибо всем. До свидания. Спасибо большое. И вы видели, наверное, Юрия, который сидел в холле с газетой «Литературный город». Мы будем очень признательны, если будете подписываться на эту газету и тем самым будете поддерживать и газету, и наш Дом Гумилевых. Ну, а поскольку у нас вечер называется «Африка» Николая Гумилева, и для него Африка очень много значило, ну, вот видите, вот эта прекрасная фотография, где мы с Юрием вместе у дома. Вот они, путешествия. Это путешествия те, которые совершил Николай Гумилев. Он много где был и в Париже, и в Италии, и в Турции, и в Греции. Но что меня поражает, и когда я в этом году вот тоже впервые попала в настоящую Африку, то, что сто лет назад этот молодой человек четыре раза съездил в Африку, очаровался Эфиопией, и после этого он туда ездил несколько раз, привез необыкновенную коллекцию, которую вы можете видеть в Санкт-Петербурге, в кунсткамере. И у нас сегодня на вечере есть двое людей, которые повторили маршрут Гумилева. Первый из них это Николай Носов. Пожалуйста, попрошу вас на сцену. С Николаем мы познакомились в 2013 году, когда мы делали первый вечер об Африке, и буквально за два дня мне кто-то позвонил по телефону, это был Николай, и сказал, я хочу у вас выступить, я повторил маршрут Гумилева. С этого времени началась наша дружба, и Николай очень надежный и преданный друг гумилевского общества, и то, что он делает, какие у него есть фильмы, слайды, то есть тем самым мы видим Африку Николая Гумилева. Пожалуйста. Можно презентацию, да? У нас есть такой проект путешествия по следам экспедиций или походов Николая Гумилева в Африке. В прошлом году мы рассказывали о путешествии по Северной Африке, были Порт Саид, Александрий и Каир, и мы еще были в Саудовской Аравии, Джидде. Вот. В этом году я хочу рассказать о путешествиях по Африке в целом. Вот я сегодня утром спросил у чат-джи-пяти сколько раз Гумилев был в Африке. Чат-джи-пяти мне сказал, что он был три раза. Один раз был как вольный путешественник, второй раз как корреспондент газеты Аполлон, третий раз как экспедиция Академии наук. Ну, ничего, более-менее нормально. Потом я спросил у Алисы, сколько раз Гумилев был в Африке. Алиса сказала два раза. Я сказал, хорошо, Алиса, а сколько, в каких годах он был в Африке? Алиса мне сказала, что один раз он был в 1913 году, второй раз в 1914. Вот по поводу 1914, конечно, я был в полном шоке, да, и даже не понимаю, откуда она это взяла, потому что это, может быть, какой-то научно-фантастический роман. но тем не менее, вот споров о том, сколько раз Гумилев в Африке, сколько времени есть, столько времени, это все споры и продолжаются. Можно, да, следующий слайд. Ну, наиболее, конечно, распространенная теория, что он был в Африке четыре раза, и исследователи создаются на Анну Ахматову, которая говорила, что он был четыре раза в Африке. Вот, но с другой стороны, Анна Андреевна не очень любила путешествия Гумилева, и, по-моему, не особо ими интересовалась, тем более, его ранними путешествиями. И вот я все-таки склоняюсь, учитывая, что я много общался с Евгением Степаном, склоняюсь, что все-таки их было пять, да. Значит, ну, первое путешествие, помните, Агумилев в 1908 году закончил гимназию и поехал в Париж слушать лекции в Соргонне. Потом он выпустил, стал выпускать журнал «Сириус», ну, «Сириус» — это звезда Нила, то есть уже связь с Африкой, где он как раз и публиковал путешествие вверх по Нилу, значит, эти дневники и что уже, как говорится, говорит о том, что вроде бы он, если бы были его дневники, то вроде бы это было путешествие, а не просто придумано, да. Можно следующий слайд? Дальше у нас есть еще переписка с Брюсовым, который ссылался, опять-таки, Евгений Степанов, что он, как говорится, был в Африке, который, опять-таки, относится к 2007 году. Есть стихи, которые 1907 года, романтические цветы, которые были прикованы, тоже относятся к Африке. Можно следующий слайд еще? Ну, и вот последний момент. Есть такое стихотворение из Бекки про парк в Египте, в Каире, который мы тоже посетили. И там говорится о том, что вот я был там 10 лет назад, ровно 10 лет назад, а дата стихотворения 1907 год. То есть путешествие было пятое, ведь все-таки, я думаю, Степанов был прав. Правда, уже незадолго до смерти Степанов нашел еще шестое путешествие, да, ну, это уже, конечно, это уже, наверное, все-таки был перебор, там было совсем уже так сильно притянуто. Можно следующий слайд? Значит, будем считать, что второе путешествие это уже, как говорится, было нормальное, как говорится, никто с этим не спорит. Это сентябрь-октябрь 1908 года он посетил Каир, Александрию, порт Саид, Мемфис. Это было такое путешествие уже достаточно, как говорится, вольное путешествие, как сейчас называют самостоятельный туризм, да. Можно следующий слайд? В этом путешествии он посетил, Каир были фотографии, из Каира посылал письма, есть штемпели и так далее, то есть подтверждений очень много. Можно следующий слайд? Здесь же есть фотографии, которые, соответственно, по поездке вверх по Нилу, что он поднимался, опять-таки подтверждение, можно даже следующий слайд. И, соответственно, третье путешествие, это уже, соответственно, было бы уже в Эфиопию, он приезжал в Порт Саид, дальше Джабути и Харар. Но, опять-таки, здесь поезжал через Суэцкий канал. Можно следующий слайд. Четвертое путешествие, самое таинственное путешествие, он путешествовал долго, и где путешествовал, споры идут до сих пор. Но, в принципе, ясно, что он, как говорится, приехал в Египет, понятно, что он, значит, там какое-то время был. Дальше есть, в утверждении Степанова, он нашел штамп открытки, что он поднялся по Нилу, добрался до Судана, дальше он был до Порт-Судана, припекся, вот, то есть он был, получается, в Судане. Дальше он попал в Джабути, и дальше, вот, опять-таки, дошелся до Дисабеба, и дальше опять провал. Где он там был, не очень понятно, но Степанов вот считает, что он был, подправился на юг, и пересек Кению, и добрался до Мамбаса. И в подтверждении этого есть письмо, где он просит перевезти ему деньги в Мамбасу. Вот. У нас был проект доказать эту теорию. Мы два раза подавали грант на русское географическое общество. По сути дела, там не очень надо было много денег, надо просто сейчас еще просто поехать в Лондон, посидеть в Адмиралтействе, и просто тупо взять журналы все судовые за, соответственно, 13-й, соответственно, за 11-й год, этот месяц, да, и просто тупо посмотреть фамилию Гумилев. Я уверен, что она там есть. Если это можно будет найти, соответственно, мы докажем, что он там точно провел такое путешествие. Причем это путешествие, которое по тем временам было просто выдающимся. Это сейчас, на самом деле, нелегко пересечь пройти этот путь, но мы проходили в два этапа. Мы проходили по Эфиопии до границы с Кенией, а потом второй вариант у нас был с Мамбасой до границы с Эфиопией. За один раз мы тоже это не проходили. Ну, то есть, это было, на самом деле, довольно выдающееся просто путешествие для того времени. Можно следующий слайд? Ну, пятое путешествие, это все знают, это первая российская научная экспедиция в Африку. До этого, конечно, были люди там и Булатовичи и так далее, которые тоже были путешествовали по Африке, но они, грубо говоря, путешествовали на танке, то есть, они путешествовали в составе войска, это были военные советники, и, в общем-то, нельзя говорить, что они занимались наукой. Гумиев получил деньги, получил финансирование, и сам, как говорится, это было действительно научное исследование. Он собрал коллекцию, которая находится в Санкт-Петербурге, и это вторая этнографическая коллекция после коллекции Миклуха Маклая. Смотрим следующий слайд. Дальше. Ну, эти маршруты, на самом деле, почти все повторили, но за исключением, пожалуй, это только Судана. В Суданом в том году я приезжал, было форум с Африкой, приезжал представительство Судана, я общался с консулом, он мне обещал, что на границе меня встретят, можно подняться по Нилу, мы встретим меня на границе, даст возможность переправиться, и дальше мы повторим этот маршрут. Ну, к сожалению, вы знаете, в Судане потом началась отчетная вспышка насилия, то есть там бои идут в Хартуме, но, в общем, не самое лучшее время для того, чтобы путешествовать по следам Гумилёва, все-таки у него там были немножко получше в то время ситуации. Хотя, в целом, конечно, все не очень сильно меняется, в Африке как все было, так все и осталось, только, в общем-то, может быть, некоторое оружие стало больше. Вот. И еще появилась идея путешествовать по поэтическим местам, которые он не был, но которые он отмечал в своей поэзии. Пежде всего, в сборнике «Шатер» вы можете посмотреть страны, которые вот он, как говорится, упомянул и которые он посетил. Вот. Но «Зеленым» — это те страны, которые мы тоже посетили, которые вот из этого сборника «Шатер». Соответственно, в сборнике «Романтические стихи» был еще «Чат», как вы помните, да, и в «Африканской книге» «Джибути». Можно следующий слайд? Вот страны я такой нарисовал, где красный — это он был ногами, зеленый — это где он был поэтически, то есть виртуально. То есть, по идее, можно, конечно, сделать маршрут до конца, добить его по его поэтическим точкам, но у нас-то остался Судан. Все-таки, надеюсь, там когда-нибудь кончится война гражданская, и можно будет там посетить. Вот. Есть и Нигер. Жалко, что это не Нигерия, да, можно было бы с Ольгой скооперироваться, да, и, как говорится, тоже это дело закрыть. Ну, и Либерия. Ну, в принципе, три страны не так много, но можно будет это и закончить. Соответственно, у нас по всем странам есть какие-то фильмы. Я долго думал, что какой кусочек показать, и в итоге пришел к выводу, что лучше все-таки показать кусочек настоящей черной Африки. Можно следующий слайд? Когда Гумилев как раз ехал вроде бы по версии Степанова от Дисабеба до Мамбаса, он пересекал такие вот племена, которые мы тоже посетили. Это вот одно из самых экзотичных племен. Это племя Хаммер. Вот слева девушка сидела, значит, такая симпатичная. Это вот у него ракушки каури. Это в Африке с тех древних времен считалось деньги. Чем дальше от моря, тем они больше стоили. По сути дела, девушка носит на себе такую, можно сказать, коллекцию денег, денежную. Да, богатая девушка, да, с приданым. Вторая уже женщина. Женщина солидная. Вот видите, у нее на шее обручальное кольцо. Ну, там носят они не на руке, а на шее. Причем, что можно несколько жен, по-моему, до четырех можно жен брать, но только они дорогие. Одна жена стоит от восьми до десяти коров. Это, в общем, на самом деле, бешеные деньги. То есть, четыре жены, конечно, там мало кто может себе позволить. Вот. А это первая жена, потому что у нее обручальное кольцо с ручкой. Видите, спереди ручка. Это очень почетно. Это, значит, первая жена. Вот. Остальные жена, вторая, третья, четвертая, они уже будут без ручки, но там они вот по кольцам, можно посчитать, какая она жена по очереди. И вот еще интересный момент по последнему. Вот девушка, такие мы тоже увидели, кстати, они сейчас в фрагменте фильма там это будет, у девушки шрамы на пояснице. Это у них такая есть традиция. Во-первых, у них очень такой сложный достаточно обряд инициации, ну, довольно мирный. То есть, юноша, который вот хочет стать мужчиной, он должен прибежать четыре раза по спидам коров туда-обратно. Вот. Ты не упасть. Если упал, он его покроет позором и, соответственно, оставить на второй год. Ну, и вполне естественный отбор. То есть, ну, больной мальчик, да, не сможет прибежать, соответственно, не сможет оставить потомство, не станет мужчиной. Здесь, кажется, это вполне понятно. А вот второй обряд совершенно был непонятен. При этом вот девушек лупят там и какими-то розгами, причем, чем красивее девушка, тем ее сильнее лупят, и у нее остаются шрамы. И вот потом она всем показывает эти шрамы, какая она крутая, как она красивая, у нее больше всех и таких шрамов. Вот такие вот интересные там довольно своеобразные обычаи. Ну, и, соответственно, я хотел показать маленький фильм, фрагментик фильма на пять минут о том, как вот мы там путешествовали в этом месте. Можно запустить, да, фильм? Африканский дневник обрывается на описании Харара. Известно, что поэт направился на юг, посетил священный город Шейх-Русей и добрался на городе Кенир. При переплаве через реку Абл на Николай с Верчков напал крокодил. Их и сейчас в Эфиопии не мало. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Известный исследователь жизни и творчества Гумилёва Евгений Степанов доказал, что в походе 1911 года поэт продвинулся значительно дальше на юг и даже смог достигнуть Кенийской Мамбасы. В этом случае он обязательно встречался с племенами Юга-Эфиопии, так что продолжим движение на юг. Первых женщин из племени Хаммер мы встретили еще на расстоянии нескольких километров от города Туруми, куда по понедельникам приходит торговать Хаммер со всех окрестных деревень. Действительно, выглядят очень колоритно, аккуратные, сплетенные дреды, чистая кожа, призывной взгляд, из одежды только козьи шкуры, зато множество всяких бус и из ракушек каури. Мы находимся на рынке в Туруми. Вот здесь народ собрался, засыпая садские гиди, и продаем продукты. Вот мы сейчас продуем такие-то девушки. Сейчас мы как раз находимся здесь и смотрим, как они происходят в процессе. Рынок, небольшая площадь в центре города. Прямо на земле сидят женщины, перед ним разложат их нехитрый товар. Самодельные глиняные горшки, какие-то продукты все увлечены торговлей. Не думаю, что здесь что-то изменилось за сто лет. Разве что не было туристов. в среднюю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересен процесс инициации мальчиков племени Хаммер Кандидат мужчины должен перебежать 4 раза по спинам стоящих в ряд коров и кастрированных быков Это совсем не просто Конечно, коров придерживают, чтобы они не разбежались Но ведь они все равно не стоят на месте А если свалишься, то тебя мало того, что покроют позором и выпарют, но и оставят на второй год Только через год можно будет сделать новую попытку стать мужчиной Больной малярией Николай Гумилев, собранный для музея коллекции, благополучно вернулся домой Эти материалы и сейчас можно увидеть в Музее антропологии и этнографии Российской Академии Наук Это вторая по важности этнографическая коллекция музея Но сама экспедиция не получила должной оценки в России Надвигалась мировая война И скоро всем стало не до нее Да и сами герои не прожили долго И сгорели в огне этих грозных лет Субтитры создавал DimaTorzok Скончался от болезни совсем юный Николай Сверчков А сам Николай Гумилев был расстрелян в Петроградске МЧК в 1921 году Давайте поблагодарим Николая Носова, отважного путешественника Я уже много лет вижу его презентации Он иногда выступает в географическом обществе У него есть сайт, по-моему, называется «Дорога на Кельманджаро» Смотрите в интернете, там выложены удивительные фильмы И большое спасибо, Николай, за то, что вы нам даете представление о том Как путешествовал Гумилев Что он видел Потому что за эти сто лет, в общем-то, мало что изменилось Это было прекрасное путешествие в Африку Николая Гумилева А мы продолжаем наш вечер Позвольте мне вам представить историка Поэта Барда, сотрудника Дома русского зарубежья Виктора Леонидова Его еще называют собирателем России И поскольку благодаря его усилиям на родину вернулось творчество многих писателей Ну и в том числе прекрасного поэта Николая Туроверова Стихи которого можно было услышать в замечательном фильме «Русские без России» Это фильм о тех, кто вынужденно покинул Россию в годы Гражданской войны Но не смог вытравить Россию из своего сердца Поведает нам сегодня Виктор Леонидов О своем прочтении Гумилева Добрый вечер, дорогие друзья Огромное спасибо вам, Ольга И всем, кто хранит святую память о великом русском поэте Знаете, занимаясь эмигрантской литературой Эмигрантскими поэтами В том числе и Николаем Николаевичем Туроверовым Я не мог не обратить внимание, насколько его судьба буквально пронзала Его наследие буквально пронзало тысячи стихов, которые наши изгнанники писали на чужих берегах И когда я подумал о том, чтобы написать песню о нем, понимаете, эта задача мне показалась просто невыполнимой Ну как написать о нем, о человеке, которому посвящено тысячи стихотворений? Ну несколько тысяч наверняка здесь есть библиографы, которые это лучше расскажут И какая-то нужна была зацепка Помните у него гениальное стихотворение Леопард? Колдовством и вражбою Это большая легенда, что охотник, который побывал в Африке на охоте в этом фантастическом фильме Николая Носова, что мы видели Он не должен брать шкуру леопарда, потому что дух убитого животного будет его преследовать Он должен подпалить усы ее ставить и не брать ее ни в коем случае Но Николай Степанович, как известно, не слишком верил в такие легенды И забрал свою шкуру убитого им леопарда и повесил ее на стене в своей квартире в Петрограде Это и дало толчок этой песне Говорили смельчакам-бастардам Кого ветер странствий звал с собой Если ты застрелишь леопарда То не надо шкуру брать домой Коль возьмешь, так будет жизнь не длинной Быстро смертный час пробьют часы Может, и отступит дух звериный Если сразу подпалить усы Но не внял он вражбе преданий И повесил шкуру на стене Знал он зов лишь одного желания Первым быть в миру и на войне Среди женщин и среди поэтов Средь пустынь и абиссинских скал И судьбою, словно с пистолетом Он в рулетку каждый день играл И в бою под прусскую шрапнелью Вел себя, как русский офицер И дразнил всех дьяволов дуэлью Будь то большевик или Люцифер И искал прозрачными словами Выход в мир без лжи и суеты Звери где с людскими головами И цветы безмерной красоты Проступала золотая карта И светлел волшебный Серафим Кто же знал, что призрак Леопарда Неотступно следовал за ним И поджавшие лапы вдруг проворно Выбрав время в августовский зной Прыгнул и впился поэту в горло Комиссарской жирной ветерня Даже залп чекистского расстрела Не пресек к потомкам его зуб И пустились вечность каравеллы Дивных терпких рыцарских стихов Не нужны салюты и петарды Он в своих словах всегда живой Жалко только шкуру леопарда Он забрал из Африки с собой Жалко только шкуру леопарда Он забрал из Африки с собой Аплодисменты Не столько мне Сколько нашей любимой Оперовательной Спасибо, Вася Такие люди, они, знаете, бывают Бывают люди, которые Потребляют жизнь, а которые ее создают Вот Ольга это настоящий подвижник Которая делает жизнь и красивее И всех облагораживает всех нас Спасибо Виктор, мы знаем, что мы называемся клуб сумасшедших Ну, естественно Ну, может быть, такой клуб сумасшедших Как раз и делают, и хранят нашу культуру Ну, конечно Спасибо большое Аплодисменты Сейчас я бы хотела пригласить сюда Георгия Каратонова Он здесь Георгий Алло Георгий Да, пожалуйста Георгий, проходите сюда, пожалуйста На сцену У нас сегодня удивительный актер Очень юный Труппы Волошинский театр При доме Волошина в Коктебеле Вы знаете, что в Коктебеле в сентябре проходит И Волошинский фестиваль И очень много лет в рамках Волошинского фестиваля Мы проводили гумилевские встречи А еще в Коктебеле Весной проходит тоже фестиваль Коктебельская весна Я рада представить юного артиста Которому всего 15 лет Георгий Каратонов Пожалуйста, заставку АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На полярных морях и на южных По изгибам зеленых сыбей Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей Быстро крылых ведут капитаны Открыватели новых земель Для кого не страшны ураганы Кто изведал мальстремы и мель Чья не пылью затерянных харти Солью море пропитана грудь Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь И взойдя на трепещущий мостик Вспоминает покинутый порт Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких подфор Филиппунт на ворту обнаружил Из-за боя сорвет пистолет Так что сыпется золото с кружи С розоватых барабанских манжет Пусть безумствует море и хлещет Гребни волн поднялись в небеса Ни один предгрозу не трепещет Ни один не свернет паруса Разве трусом даны эти руки Этот острый уверенный взгляд Что умеет на вражьих филуке Неожиданно бросить фрегат Меткой пулей, а строгой железной Настигать исполинских китов И приметить ночи многозвездной Охранительный свет маяков Спасибо большое, Георгий Я очень рада, что в нашем концерте Участвуют и юные артисты А сейчас я представляю своего соведущего Дмитрия Стрешнева Поэта, писателя, барда Который тоже был очень очарован Поэзией Гумилёва И сейчас он расскажет об этом вам сам Дмитрий Стрешнев Как мы уже убедились Стихотворение о путешествиях Занимает особое место В поэзии Николая Гумилёва Но у него не только Такого рода стихотворения Посвященные путешествиям Когда речь идет о преодолении Каких-то пространств И о знакомстве с новыми местами У него еще есть стихотворение Которое я бы назвал Духовными странствиями Это когда человек Действительно путешествует Виртуально В поисках каких-то Своих Высших целей И одним из символов Образов В таких стихах У Гумилёва Является Иерусалим Я хочу вам Во-первых Это доказать Прочитав Несколько строчек Гумилёва Сердце будет Пламенем Полима Вплоть до дня Когда взойдут Ясны Стены Нового Иерусалима На полях Моей родной Страны В свое время Я тоже написал Песню Которая Перекликается С тем Что сказал Гумилёв И мне бы хотелось Сегодня вам ее спеть Аплодисменты Аплодисменты Иерусалим Иерусалим И знают Дороги Их стертые Ноги И знают Их Жажду Ручьи Когда Уста Склонит Уста К Звонкой Воде Билигрим Ах, что их Сводит С ума Ах, что лишает Их Сна Лишь Мысль О том Что за синей Чертой Невидим За горизонтом Мечты За поворотом Крутым Их ждет Желанный Иерусалим Без игл И без нитки Из ветра Накидку Сошьет Пилигриму Восход И берегом Синим По брюху Пустыни Цепочка Следов Поползет Пускай Через воды Идут Теплоходы Им Вымерить Надо Самим Презрев Уют Мягких Кают Путь Свой Иерусалим Стоят В пустыне Как тени Его черные Стены Лишь Рыжий Злая пыль Да солнце Факел Над ним Но глаз Слезятся Осколки И руки В пьяном Восторге Тянет Тянет К нему Пилигрим От злого Похмелья С тоски И звезделья Я тоже пойду Пилигрим За солнцем В погоню Искать Свой Иерусалим Ну что В самом деле Скидаться Без цели На скуку Без свет Про меня Если Вдали Тенью Олив Ждут Его стены Меня И сквозь лесов Синий дым Я вижу Свой Иерусалим Он Вон за холмами Надежд Он В глубине Моих Глаз Он Может Явиться Мне В веселом Завтрашнем Дне А может Он Дальше В тысячу Раз Тоска Мечты Даст Даст Мне Сил Под ветром С горби Сиди Пусть Зное Время Покроют Меня Пеплом Седым Мне Ближ Коснуться Камней Чтоб Вам Сказать Обо мне Что я нашел Свой Иерусалим Спасибо Дмитрий Стрешнев Вы Тоже можете зайти на страничку Дмитрия Он Пишет Романы Он Пишет Очерки Он Пишет Стихи Но Особенно Ему удается Книги Которые связаны с Востоком Потому что это человек Который Побывал во всех странах Леванта Как и Гумилёв Сирия Ливан Иордания Египет И это действительно удивительные путешествия А мы продолжаем наш вечер Гумилёв был не только поэтом Учителем Создателем Течения Акмиизма Но Также он был блестящим переводчиком И в восемнадцатом году Когда он вернулся из Франции В то время Когда все уезжали из России Он вернулся в Россию в восемнадцатом году Да потому что он не мог Он был поэт И он не мог Не быть в России Быть оторванным от языка Но нужно было как-то выживать И в это время Создал Горь Под эгидой Горького Создалось издательство Всемирная литература Там работали очень много Литераторов Поэтов Переводчиков И собственно говоря Именно это и спасло их в те тяжелые годы И Гумилев переводил французскую поэзию И Бадлера И Ле Кондевиля И многих других Но самое главное условие было перевода Что перевод должен был быть Не только по форме и ритмически соответствовать оригиналу Но должен был быть как можно ближе к тексту Мы остановились на Артюре Рембо Потому что это удивительная судьба человека Который был авантюрист Бизнесмен Путешественник Который прожил несколько лет в Хараре За 18 лет до Гумилева И конечно Гумилев знал об этом И его может быть у Рембо Самое известное произведение Это «Пьяный корабль» Наверняка Гумилев знал его И может быть даже находился под его влиянием А сейчас я приглашаю на сцену Писателя Историка Искусствоведа И доктора славянской филологии Из Франции Валерия Байдена Который нам профессионально расскажет О том, как сравниваются переводы Которые делал Гумилев Артура Рембо Спасибо Слышно? Гумилев Гумилев действительно переводил И английских И немецких И французских поэтов В особенности французских Но, как ни странно Только одно стихотворение Рембо Он перевел И вот встает вопрос Почему именно это? Гумилев Он назывался Войель То есть гласное Почему выбор Гумилева Пал на это стихотворение? Я сейчас прочту вам оригинал Перевод А потом попробуем Понять смысл этого стихотворения И причину Почему именно его Избрал Николай Степанович А Нуар Э Блан И Руж У Вер О Бле Войель Je dirais Quelques jours Вонаissance Latente А Noir corset Вету De mouche Éclatante Qui bombille Autour des puyantes Cruelles Golfes D'ombre У Quand dort Des vapeurs Des tentes Lance Des glaciers Fier Roi blanc Frisson D'ombelle I Pourpre Sans cracher Rire des lèvres Belles Dans la colère Ou des évresses Penitentes U Cycle Vibrement Divin Des mers Virides Pédépathie Semée D'animaux Pédérides Que l'alchimie D'ombre Таурный корсет под стаи мух ужасных, Роящихся вокруг, как в падали или в тени, Мир мрака. Е. Покой тумана над пустыней, Дрожание цветов, взлет ледников опасных. И. Пурпур, с густком кровь, Улыбка губ прекрасных, В их ярости или в их безумии пред святыней. У. Зивные круги морей зеленоватых, Лук пестрый от зверья, Покой морщин, Измятых алхимией На лбах задумчивых людей. О. Звономедного глухое окончание, Кометы, ангелом пронзенное молчание, Омега, луч ее сиреневых очей. Так вот, почему это стихотворение? Ну, если вдуматься, то мы слышим, слушаются пять согласных, основных. Легко понять, что А соответствует Альфе и О Омеге греческого алфавита. То есть, вот эта пентакль этих гласных завершает некую полноту всего языка. Надо заметить, что здесь всего лишь пять букв, в том же время как звуков гораздо больше во французском языке, да и в русском. Есть всякие назальные, носовые звуки и так далее. Есть, кстати, буква Y, а в русском есть буква Y. То есть, тут тоже, в общем-то, несоответствие. Но дело не в этом. Дело в том, что парадоксально А – это черное, возникает в темноте. Возникает картина совершенно такая отвратная, я бы сказал, вот об этом хорошо пишет Губелев. Траурный корсет под стаей мух ужасных, рающихся вокруг, как впадали ли в тени. То есть, А – это символ смерти, мрака. Парадоксально, но жизнь начинается вот в момент умирания. Почему? Потому что для поэтов символистского толка, а Рэмбо, безусловно, был наследником Бадлера, как и ранний Гумилев, до того, как он стал акмеистом, Бадлер учил чувствовать себя в лесу символов и там находить соответствие звукам, запахам, ощущениям, образам. И самое интересное, что он направил поэзию в так называемое «запределье», «дам ло де ла» по-французски. Вот это «запределье» – это и есть второе рождение, рождение в ином мире, переход в этот иной мир, который начинается в момент смерти. Поразительное другое, что «Омега» – это, как вот пишет Рэмбо, это фиолетовый луч ее, то есть полноты космической, ее глаз. У Гумилева вместо фиолетового возникает сиреневый свет, но это не так важно. Суть та же самая. Действительно, мир застывает в полном молчании, молчании абсолютного покоя, как космического, вселенского покоя. То есть между альфой и омегой располагаются буквы и звуки, означающие жизнь. Тут он перечисляет эти образы. Покой тумана, пурпут, то есть кончается эта алхимией на лбах задумчивых людей. То есть от мира природы, цветов, облаков, гор к миру людей. И вот тут, после мира людей, следует концовка. Полнота завершается абсолютным молчанием, законченностью. Что, в конце концов, привело Гумилева в 909 году в хоррар? Он буквально следовал по жизни за Артуром Рымбо и как поэт, и как человек. Почему Рымбо так любил экзотические путешествия? Почему он предавался наркотикам, абсентам и другим, кокаинам, например? То же самое, кстати, проделал и Гумилев. Все знают о его увлечении эфиром, кокаином и так далее. Потому что они оба пытались прийти к такой сверхпоэзии, проснуться от сна реальности, выйти в этот другой мир надчеловеческий и повести за собой людей, читателей. Вот это желание обладать какими-то сверхсилами привело Гумилев к тому, что он надорвался. В 19 лет он бросил все, уехал в этот хоррар, и последние 10 лет жизни провел там, предаваясь торговле, людьми, золотом и так далее. Он обогатился под конец жизни и скончался трагически в 37 лет, умер. Вот такая вот интересная история. И чтобы понять окончательно замысел Рымбо, тут стоит прочесть его письмо того же года, когда было написано это стихотворение, 1871, к поэту Полю Дюмини. Он писал, когда слабые задумываются над первой буквой алфавита, они мгновенно устремлятся в безумие. Вот понимаете, безумие здесь – это некая метафора. Разумеется, это заум какая-то, это сверхсознание. Вот это стихотворение, этот сонет толкует до сих пор многие поколения литературоведов, и не только во Франции. Очень много разных спорных толкований там видят и магический смысл, и эзотерический, и эротический смысл и так далее. Но на самом деле, безусловно, это стихотворение – это манифест символизма. После знаменитого стихотворения «Колос Бондаунс», то есть «Соответствие». Вот это следующий шаг. Ну и, конечно, Гумилев и целое поколение художников-серебряного поэтов серебряного века, такие как Брюсов, например, они следовали по этому пути. Вот этим и объясняется появление такого перевода. Спасибо. Валерий Байдин. Я бы хотела узнать, есть ли у нас в зале Олег Шишкин. Но просто далеко не все могли сегодня доехать. Тогда мы продолжаем. И я представляю слово поэту-переводчику Вячеславу Куприянову, который так вдохновился поэзией Гумилева, что решил продолжить африканскую тему и в своей поэзии. Пожалуйста, Вячеслав. Я, к сожалению, не был в Африке, хотя пролетал когда-то над Африкой по дороге на Гран-Канария или на остров Тенерифе. Очень красивое зрелище из самолета. Но при этом не было видно самого главного тех животных, которые населяют эту Африку. Однако у Гумилева мы прекрасно этих зверей ощущаем и можем представить себе их не только в зоопарке, но и в стихах. Такое, в общем-то, знаменитое стихотворение Гумилева называется «Гиппопотам». Гиппопотам с огромным брюхом живет в яванских тростниках, где в каждой яме стонут глухо чудовища, как в странных, страшных снах. Свистит буа, скользя над кручей, тигр угрожающе рычит, И буйвол фыркает могучий, А он пасется или спит. Ни стрел, ни острых осагаев Он не боится ничего. И пули меткие сипаев Скользят по панцирю его. И я в родне Гиппопотама Одет в броню моих святынь, Иду торжественно и прямо Без страха посреди пустынь. Ну, стихотворение не просто об Африке, оно как-то смещено дальше, в сторону Явы и Барнеа, но неважно. Собственно говоря, в моих стихах этот гиппопотам несколько эволюционировал и превратился вот в такое стихотворение гиппопоэма. «Нашему времени повезло, мы поняли, в чем заключалось зло, и это мы осознали сами, зло заключалось в гиппопотаме. Он жил, чураясь наших забот, а мы проливали гиппопопот, он же на труд не затрачивал сил, но гиппопоел и гиппопопил, гиппопоспал и гиппопопил за счет своих гиппотетических дел. Молол он гиппотетический вздорг, и это все выше и выше пер, и вот для него мы всего лишь нали, он же гиппопопуп земли, а кто-то верный в расчете простом, а то он сочиняет гиппопотом, потом его слава, в Аравии уст уже усатановлен, гиппопобюст, вот гиппопо от головы до пят, и гиппоподонки вокруг вопят, гипп-гиппура, гипп-гиппура, так наступила гиппопора, гиппопомет тем, кто поймет, что он по гиперболе к счастью ведет. На тех, кто не верит в этот гипноз, гиппу идет за доносом донос, и гипп отказнит всех негибких сам, но это уже перегиппопотам, история не простит перегип, и вот от гриппа гиппопогип, 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 да не повторится подобный тип, теперь забьем мы осиновый кол, и землю избавим от меньших зол, но слухи ползут, что гипп поживет под новой фамилией бегемот. Спасибо. Спасибо большое. Мы рады, что вы продолжаете гумилевскую тему в своей поэзии. А сейчас я приглашаю еще одного путешественника, художника, поэта, писателя, Михаила Погарского, который посетил Эфиопию, тоже, можно сказать, повторил маршрут Гумилева, и, может быть, вот там в поэе вы видели большую желтую двухтомную книгу, это вот труд Михаила Погарского. Пожалуйста. Добрый день. Ну, я хотел презентацию показать, но, к сожалению, PDF здесь не читается, поэтому так на словах что-то расскажу. Хотя там есть короткий фильм, можно показать его, это таким будет эпиграфом. Сижу за решеткой, тенився срой, в скремлении в неволе орел-мародей. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной в зону маларном. Зовет мне взглядом, с криком своим, вынервит хочет, давай улетим. На волне птицы, пора, брат, пора, туда, где затухе вилет гора, туда, где снеют морские края, туда, где глянь, лишь ветер дая. Спасибо. Это вот Пушкина читал эфиопский профессор Гитачи, замечательный человек. Там вообще в Эфиопии очень много образованных людей, знающих и русскую литературу, и Гумилёва, и Пушкина, конечно. О Пушкине там, у них идет целая война с Эритреей, где он родился. Эритрея утверждает, что он в Эритреи родился. Ну, в Эфиопии, естественно, что в Эфиопии. И поэтому Пушкина они любят и знают. Но мы когда вот с моим другом Василием Власовым летели в Эфиопию, мы, вот Гумилёв, он через Стамбул, от Стамбул он стартовал на корабле, а мы там пересадку делали на самолет, чтобы лететь в Адис-Абебу. И когда мы там в Стамбуле шли к борту самолета на Адис-Абебу, то Вася меня толкает и говорит, смотри, смотри, вон Пушкин стоит. И там действительно человек стоял поразительно похожий на Пушкина. И потом мы там в Эфиопии часто встречали людей, которые очень похожи на Пушкина. Но и Гумилёва там знают, значит, как у нас случилась эта экспедиция. Вообще она по духу во многом была как бы похожа на то, что Гумилёв сделал в 1913 году. Именно по духу, не по замыслам и не по задачам. Гумилёв, когда собирался делать эту экспедицию, это была единственная экспедиция, которую финансировали, ну, не сам финансировал, а финансировал Академию наук, то он пошёл туда, в Академию наук, совершенно случайно. И как он сам писал, что мне кажется, что меня какие-то божественные силы вели и сталкивали с хорошими людьми, которые помогали. Вот примерно так же и у нас было с Василием Власовым. Мы сделали с ним проект «Странник Гумилёв» и сделали здесь выставку в Москве и такие с открытием. Это был 16-й год, и мы такие окрылённые идём и так беседуем вечером по московским улицам. Он говорит, хорошо бы, говорит, эту выставку где-нибудь в Одессе Абебе показать. А Вася мне говорит, ну, а что ты возьми, да напиши в посольство наше Вася Абебе. Может, и покажет. Я вечером прихожу, сажусь за компьютер и отсылаю письмо в посольство российской Вася Абебе и там буквально пишу вот так вот, что мы такие-то, такие-то сделали такую-то выставку и хотели бы показать у вас здесь в Вася Абебе. Буквально на следующий день, правда, не из посольства, а из Пушкинского центра в Эфиопии приходит письмо. Мне из посольства переслали ваше письмо. Мы так рады вас встретить, приезжайте, но денег мы вам не дадим. Зал предоставим, поможем, дадим экспедитора, а денег нет. Но мы с Васей люди небогатые и, в общем-то, так сказать, прикинули, лететь не на что и как-то мы это так отложили в дальний ящик. А потом мы познакомились с замечательным фондом Андрея Чеблакова и вот эту нашу мечту так стали рассказывать, но уже как бы крылья-то у нас за спиной росли и уже мы не просто там с выставкой ехать, а хорошо бы нам организовать такую арт-экспедицию. Что мы понимали под арт-экспедицией, это как бы не то, что там собирать какие-то научные изыскания, тут мы не конкуренты, не ученым, не антографом, не искусствоведом, литературведом. Мы хотели собирать впечатление, проникнуться духом того, что видел Гумилев и что бы мы могли найти. И мы привезли оттуда какие-то такие артефакты, которые ну не ученые, не там антографы редко, наверное, собирают, потому что мы собирали там пыль Адисабебы, воду там из озера Лангана, воду из озера Звай, воду из источников Садыре, камни Харара, гайки Дерридауа и всякие такие странные факты. Ну, конечно, мы там шарашились и по лавкам старьевщиков, покупали там какие-то свитки удивительные и так далее, и так далее, и так далее. Результатом нашей экспедиции стала такая выставка на два этажа в музее современного искусства, где мы вот эти все наши впечатления постарались передать. Там были какие-то и наши зарисовки, какие-то мы там делали фратажи. Ну, в общем, самое странное. Ну и, конечно, мы вели дневник и вот, как Ольга сказала, этот дневник вот здесь присутствует, можно его приобрести. Это два таких больших тома, которые перемежаются и какими-то историческими справками и, соответственно, в первую очередь, конечно, нашими впечатлениями. Но впечатления были на самом деле чисто фантастические, потому что попадали мы не просто в другую страну, а на самом деле на другую планету. Там все было как бы по-другому. То есть это мир, мир, где до сих пор землю пашут быки. Представляете, быки. Вот они, у них даже на купюрах на одной стороне там человек, стоящий за плугом с быком, а на другой человек, смотрящий в микроскоп. Там, например, очень уважаемая такая профессия это углежок. Они там готовят себе обед там или кофе там варят на таких маленьких жаровнях, которые топят углем. И вот эти углежоги это такая вот профессия целая. Они пережигают дрова на уголь и продают. Кто победнее, тот на дровах это делает, кто побогаче может себе позволить на угле это делать. Вот. Живут там много людей просто вот, ну, на улицах живут. Например, мы там встречали человека, у которого, ну, такой домик. Домик такой высотой примерно метр, но там дверь с большим замком. Иногда он просит своих друзей, они этот домик берут и переносят в какое-то другое место. Он в другом месте там ночует. Но и вот действительно на уровне какой-то вот такой потрясающей бедности есть очень много образованных людей. И когда мы там делали вечер, посвященный Гумилёву, приходили люди, которые читали Гумилёва. Правда, наша традиция, издательская традиция, часто с ними играла такие скверные шутки. Например, когда они читали знаменитое стихотворение «Жираф», то там было далеко-далеко на озере Чад, потому что точки-то над Йо у нас не ставят, а иностранцу, знающему русский язык по учебникам, это необходимо. Поэтому он, если не видит точек над Йо, он читает далеко-далеко. Но и в целом, вот что хочется как бы сказать, вот упоминали здесь, вот Валерий Байден прекрасно рассказал о Римбо, и вот когда мы были в Хараре, там Римбо сделан огромный музей на три этажа, потрясающий, очень такой продуманный, экспозиция очень красивая, там, ну, в общем, просто вот заходишь и радуешься тому, как вот сделали музей Римбо. Ну, музей этот сделало французское правительство, а вот Гумилёву нет даже ни одной памятной доски. Вот в Пушкинском центре есть доска Булатовичу, которую поставил наш путешественник Фёдор Конюхов. Тоже, опять же, это не правительство поставило, это частное лицо поставил человек. А вот Гумилёву нет даже памятной доски. Пушкину есть маленький бюстик в музее, в Эфиопском музее, а вот в Эритреи поставили огромный памятник Пушкину, там есть площадь Пушкина, и там стоит большой памятник. В общем, друзья, хочется, чтобы память о Гумилёве была не только здесь, но и вот в Африке, в Одесс-Абебе, куда Гумилёв вложил, ну, можно сказать, душу вложил. И если Римбо как бы бежал от жизни и стал в Африке там торговцем, людьми, оружием, золотом, то Гумилёв ехал туда в первую очередь за то, чтобы исследовать эту культуру, донести аромат этой культуры и красоту этой культуры до России. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Мы теперь знаем, куда нам направлять наши стопы, что следующим маршрутом должна быть Эфиопия и надеемся, что мы тоже сделаем достойный когда-нибудь музей Гумилёва в Африке, в Эфиопии. А сейчас мы подходим к музыкально-литературной композиции о Гумилёве, но перед этим наш юный актёр Георгий Каратонов прочтёт стихотворение «У Камина» и вы увидите, какие непростые отношения были в этой семье, где были два талантливых, гениальных поэта. Пожалуйста, Георгий. Наплывала тень, догорал камин, руки на груди он стоял один, неподвижный взор устремляя вдаль, горько говоря про свою печаль. Я пробрался вглубь неизвестных стран, восемьдесят дней шёл мой караван, цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было меж нас. Мы стреляли в них, целись между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озёр пять больших племён слушались меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб, как во власти сна, и больна душа, тягостно больна. Я узнал, узнал, что такое страх, погребённый здесь, в четырёх стенах. Даже блеск ружья, даже плеск волны, эту цепь порвать ныне не вольны. И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. Браво, Георгий! Мы рады, что ваш дебют состоялся на наших вечерах. А сейчас музыкально-литературная композиция Анна и Николай. Интеллектуальный театр. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вон и день, Когда над миром Новым Бог Слонял лицо своё тогда, Солнце останавливали словом, Словом разрушали города. И орёл Не взмахивал крылами, Шали звёзды В ужасе к луне, Когда Точно розовое пламя Слово проплывало В вышине. А для низкой жизни Были Числа, Как домашний подверённый скот, Потому что Все оттенки смысла Умное число передаёт. Патриарх седой себе под руку, Покоривший добро и зло, Не решая Собратиться к звуку, Тростью на песке Чертит число. Но забыли мы, Что осиянно Только слово Средь земных тревог, Ведь в Евангелии От Иоанна Сказано, Что слово Это Бог. Мы ему Поставили пределом Спутные пределы Естества. И как пчёлы Улья пустела Дурно пахнут Смёртвые Слова. Как делать стихи? Я два часа Думал над словами О нежности Одинокого человека К единственной любви. Как он будет Беречь и любить её? Я лёг на третью ночь Спать с головной болью, Ничего не придумав. Ночью Определение пришло. Тело твоё Буду беречь и любить, Как солдат, Обрубленный войною, Ненужный, Ничей Бережёт Свою Единственную Ногу. Я вскочил, Полупроснувшись. В темноте Обугленной спичкой Записал на крышке Папиросной коробки Единственную Ногу И заснул. А утром Два часа Думал, Что это за Единственная нога? Не любить, Не скучать, Не ревновать. Не замечать. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я знаю женщину Молчание, усталость горькая от слов Живет в таинственном мерцании Ее расширенных зрачков Ее душа открыта жадно Лишь медной музыке стиха Преджизнью дольней и отрадной Высокомерна и глуха Неслышный и неторопливый Как странно мягут шаг ее Назвать нельзя ее красивой Но в ней все счастье мое Когда я жажду своей воли И смелый горд, я к ней иду Томиться в нежной сладкой боли В ее истоне, в бреду Она светла в часы томлений И держит молнии в руке И четкие сны ее, как тени На райском огненном песке А ты думал, я тоже такая Что можно забыть меня И что брошу, смоляя, рыдая Под копыта гнедого коня Или стану просить у знахарок В заговорной воде корешок И пришлю тебе странный подарок Мой заветный душистый Матто, будь же прохлят Ни стоном, ни взглядом Окаянной души не коснусь Но клянусь тебе Ангельским садом Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенным чадом Я к тебе Никогда Не вернусь Да я знаю, я вам не пара Я пришел из иной страны И мне нравится не гитара А дикарский напев зурны Не по залам и по салонам Темным платьям и пиджакам Я читаю стихи драконам Водопадам и облакам Я люблю Как араб в пустыне Припадает к воде и пьет А не рыцарем на картине Что на звезды смотрит и ждет И умру я не на постели При нотариусе и враче А в какой-нибудь дикой щели Утонувшей в пустовую щель Чтоб войти не во всем открытый Пратистанский прибранный рай А туда к ним разбойник Мытарь и блудница крикнут Давай! Давай! Утонувшей в пустыне 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 Не подумай, что в бреду И замучена тоской Громко кличу я беду Времесло мое такое А умею научить, Чтоб нежданное случилось Чтоб навеки приручить ту, Что мельком полюбилась Славы хочешь У меня попроси тогда совета Только это за подня Где ни радости, ни света Ну теперь иди домой Да забудь про нашу встречу А за грех твой не мой Я пред господом отвечу Ну что толку жить Без приключений Да и с приключениями Тоска везде Как беспокойный гений Как верная жена близка Прекрасно шумный быть толпою Сидеть за каменной стеною Любовь и ненависть Познай, чтоб рад Об этом поболтать Невольно узнавать повсюду Под гордой важностью Лица мужчины Глупого мстеца А в каждой женщине Иуду А потрудитесь рассмотреть Все веселее Умереть Конец Как звучно это слово Как много мало смысла в нем Последний стоп И все Готово Без дальних справок А потом Потом вас чинно в гроб положат И черви ваш скелет изгложат А там наследник в добрый час Придавит монументом вас Простит вам всякую обиду Подобрать Седуши своей Для пользы вашей И церквей Отслужит верно Панихиду Который Я боюсь сказать Не сужденого Не смехать Когда Стеснится Уж кладбище То ваше Узкое Жилище Разроют Смелую Рукой И гроб Поставят К вам Другой И молча Ляжет с вами Рядом Девица Нежная Одна Мила Покорная Хоть бледна Но Ни дыханием Ни взглядом Не возмутится Ваш покой Что за блаженство Боже мой Ни львов Ни дыхание Боже мой Девоча Ваше Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Дождь, 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 озера. И малое солнце заплещет в тумане, И будут стрекозами тени, И гордые лебеди древних сказаний На белое выйдут ступени. Но мне не припомнить, я слабый и скрылый, Смотрю на ночные озера, И слышу, как волны лепечат без силы Слова рокового укора. И слышу, как волны лепечат без силы Слова рокового укора. Проснусь, и как прежде, Уверены губы, далеко и чуждо ночное, И так по земному прекрасные, грубые Минуты труда и покоя. И так по земному прекрасные, грубые Минуты труда и покоя. Ночные озера, Ночные озера, Я счастье разбил с торжеством святотаться, И нет ни тоски, ни укора. Но каждую ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера. Но каждую ночью так ясно мне снятся Большие ночные озера. Большие ночные озера. Большие ночные озера. Жираф. Жираф. Большие ночные озера. Жираф. Большие ночные озера. Жираф. Большие ночные озера. 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 Ему грациозная стройность и негаданная, И шкуру его украшает пятнистый узор, С которым сравнится, смелится только луна, Грабясь и качаясь на влаге широких осет. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его в пламя, как радостный чичий полет. Я знаю, как много прекрасного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморных гроб. Я знаю веселые сказки таинственных стран, Про черную тему, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхал тяжелый туман, Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные валь, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чар, Изысканный бродит жар, Ты плачешь, послушай, далеко на озере чар. Чар, чар, 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 на озере чар. Спасибо. Благодарю. Ну, здесь еще не звучала песня на стихи. Одна из самых легендарных стихотворений Николая Степановича – это «Капитаны». Я сегодня попробую исполнить. «Капитаны». «Капитаны». На полярных морях и на южных Поезди вам с зеленым дымей. Между базальтовых скал и жемчужных Шелестят в парусах кораблей. Быстро крылых ведут «Капитаны» Открыватели новых земель. Для кого не страшны ураганы, Кто изведал «Мальстремы» и мель. Чья не пылью Затерянных карте Солью моря пропитана грудь. Той иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоти к подсорб. А твазно под водою на разных морях Дрозит вратам бедою Андреевский флаг. У полдвига лонского своя высота Ведет нас боль суровый апостол. Трестал Клиста И любым на борту обнаружить И за поясо рвет пистолет. Так что сыпется золото стружек Розоватых в романских манжет. Пусть бежун стоят в море клещет Гребни волн поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернёт паруса. Отважно над водою на разных морях Грозит врагам бедою Андреевский флаг. У подвига морского своя высота Ведёт на сбой суровый апостол. Кристалл, Кристалл. Разве трусом даны эти руки, Этот острый, уверенный взгляд? Что умеешь на вражде и луке Неожиданно бросить в рига? Мягкой пулей острогой железной Наспекать из сталинских кисов И приметить в ночи многозвездной Охранительный свет маяков. Отважно над водою на разных морях Грозит врагам бедою Андреевский флаг. У подвига морского своя высота Ведёт на сбой суровый апостол. Кристалл, Кристалл. Отважно над водою на разных морях Грозит врагам бедою Андреевский флаг. У подвига морского своя высота Ведёт на сбой суровый апостол. Кристалл. 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 Отважно над водою на разных морях Грозит врагам бедою антреевский флаг У подвига на скала своя высота Ведет на зной суровый апостол креста Отважно над водою на разных морях Грозит врагам бедою антреевский флаг У подвига на скала своя высота Ведет на зной суровый апостол креста Ведет на зной суровый апостол креста И песня, которая здесь уже прижилась Которая стала своеобразным гимном Кумилевского российского общества Песня на стихи Николая Степановича Беатричи Песня на стихи Николая Степановича Песня на стихи Николая Степановича Ведет на стихи Николая Степановича Музы рыдать перестаньте Грусть вашу в песнях излете Спойте мне песню о Данте, или сыграйте на плече. Дальше да кучные павлы, музыки нет в вашем кличе. Знаете ли вы, что недавно бросила рай Беатриче? Странная белая роза в тихой вечерней прокладе. Что это снова угроза или борьба о пощаде? Жил беспокойный художник в мире лукавых обличий. Грешник, развратный, безбожник, дом любил Беатриче. Тайные думы поэта, сердце его прихотливом. Стали потоками света, стали шумящим приливом. Музык, сонете бриллианте, странную тайну отметьте. Спойте мне песню о Данте и Габриэле Росети. Музык, сонете бриллианте, странную тайну отметьте. Музык, сонете бриллианте, странную тайну отметьте. Спойте мне песню о Данте и Габриэле Росети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Вот, каждый год здесь, на этой сцене, в этих стенах, мы ставим памятник великому поэту и вспоминаем его. Спасибо вам большое! Встречаемся через год в том же месте, в тот же час.